Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Снимая свой фрестайл в рождественский период, я поняла одну интересную вещь. Не знаю, сталкивались ли вы с таким для меня непонятным, непонятным феноменом, что очень многие блогеры, в особенности на англоязычном ютубе, и в этом англоязычный модный контент отличается совершенно точно от русскоязычного модного контента, так вот, очень часто англоязычные блогеры выпускают видео, где они советуют инвестировать в определенный тип одежды, допустим, верхняя одежда, либо в определенные аксессуары, а это могут быть очки темные, это может быть дорогая сумка брендовая, явно читаемый бренд должен быть, либо это может быть ремень. И этот формат, кстати, не очень популярен у нас в России, и я совершенно точно могу сказать, я точнее поняла, почему он не популярен у нас в России, потому что у нас этот формат совершенно бесполезен. Если ты живешь на Сахалине, ты даже если зарабатываешь себе на сумку Шанель, ты купить ее не можешь, просто потому что до ближайшего магазина Шанель какие-нибудь 9 часов лета, а возможно даже больше. Поэтому этот формат действительно не популярен на русскоязычном ютубе, и поверьте мне, мега супер популярен на англоязычном ютубе. И все время я не могла понять, почему при всей вот этой свободе и толерантности к подходу того, как ты формируешь свой гардероб, очень многие англоязычные блогеры рассказывают очень умело, и действительно показывают, да, в общем-то, они сами являются подтверждением того, что ты можешь на рынке одеться, при этом классно-классно выглядеть, при этом выпускают периодично в контент о том, во что стоит инвестировать. И более того, все англоязычные блогеры, ну, наверное, без исключения, я не знаю, другого, рекомендуют именно инвестировать в определенные объекты, объекты желания для того, чтобы выглядеть классно, стильно и дорого. И вот снимаю свой стрит-стайл именно рождественский. Я поняла, я поняла, что это действительно так. Это действительно так здесь в Европе, возможно, в Америке, возможно, даже в Канаде. Просто потому, что я заметила, что мои героини классно одеты. Вот прямо-таки пример стрит-стайлерства. И очень часто кажется, что они дорого одеты, потому что у них брендовая сумка, читаемый бренд. У них, возможно, классная новая обувь. Я снимаю очень часто детали, и видно, что эти женщины действительно очень хорошо одеты. И создается впечатление, что они очень дорого одеты. Так вот, дорогие мои зрительницы, я рассказывала, что для меня большим и приятным открытием было, что итальянки одеваются на рынке. Я вообще за рынок, прежде всего, потому что он приносит эту пресловутую фэшн-свободу, а также возможность мерить, мерить, мерить. И за 10 евро, если тебе вещь не подошла, за 20 евро я показывала, ну, не 20, 29 евро стоило классное пальто. А для тех, кто купил бы себе красное пальто за 29 евро, сразу могли бы понять одну простую вещь. Вот этот красный, цвет которого был на пальто, он им подходит, либо нет? Потому что очень важно понимать определенные вещи, которые ты понимаешь очень часто в процессе многократных примерок, в процессе многократных ошибок и в процессе, как бы странно это ни было, в процессе носки. Вот есть определенные фасоны, которые ты наденешь, все на тебя хорошо. Ты пошла, это не твое. Борит, косит, и ты себя чувствуешь неуверенно. Соответственно, кстати, вот у меня такая история, например, с пальто Тедди. Я считаю, что я классно выгляжу в пальто Тедди, тем более, что я могу его носить, обернувшись в него. Мне комфортно так носить, но при этом вот то, как оно себя ведет на мне, мне некомфортно. Поэтому я крайне редко одеваю свое пальто Чебурашка, свое пальто Тедди. Так вот, я очень люблю рынок, и одним из открытий для меня было как раз таки, что итальянки одеваются на рынке. Я много раз их там засняла, я много раз одежду классную с рынка показала. А вот второе для меня удивительное открытие, которое меня озарило. Прямо-таки пазл, что называется, сложился. Заключается в том, что да, итальянки совершенно точно инвестируют в определенные знаковые вещи. Эти знаковые вещи мы знаем все. Это сумка прежде всего. Я много раз рассказывала, что итальянки хотят, желают и получают эту сумку, как правило, в подарок. Это очки брендовые, которые бренд причем должен читаться. То есть итальянки любят, мы думаем, что это удел русских модниц, когда у тебя, в общем-то, на душках читаемое название. Нет, это, в общем-то, удел итальянских модниц совершенно точно. Если ты не можешь инвестировать в брендовые дорогие очки, в последние модели, причем, ты хотя бы себе всегда покупаешь новые очки. Я тоже об этом рассказывала, чтобы пластмасса была явно новая, шаговое расстояние было видно, что она блестящая, не потертая и так далее. Это также ремень, очень многие прошлись по моему ремню. Не буду называть марку, чтобы не вызывать волну комментариев снова. Но, тем не менее, да, итальянки совершенно точно могут, по крайней мере, если мы говорим об англоязычном ютубе, англоязычные блогеры, фэшн-блогеры советуют инвестировать в ремни также, также в ремни. И еще одна вещь, которая также очень часто подразумевается как вещь, в которую стоит инвестировать, это пальто либо тренч. В зависимости от того, в каких погодных условиях вы живете. Если вы живете в климате теплом, но ветреном и влажном, тренч, конечно же, подойдет как некий объект для инвестиций. Если вы живете в таком регионе, как, допустим, живу я в Италии, то, конечно же, в тренч инвестировать не стоит. Вы поносите его совершенно несколько недель в году. Ну, стоит инвестировать в пальто. Есть также другие вещи, я их перечислять не буду. Я перечислила только те вещи, в которые, на мой взгляд, вот действительно стоит инвестировать. Если мы хотим выглядеть, опять же, многие меня критикуют за то, что я часто говорю выглядеть как итальянка. Я отношусь таким пиететом к итальянкам. Я вообще отношусь с пиететом к модно и классно и супер хорошо одетым людям, которые при этом за маленькие деньги это могут сделать и за минимум потраченного времени на компоновку ансамбля. Я прямо такие респекты уважуха от меня таким людям. Поэтому я с пиететом отношусь к людям, которые трудятся красиво одеваться, у которых это получается. Отношусь с пиететом и с уважением к людям, у которых пока не получается, но они все равно пытаются это делать. Я часто говорю, что те мамочки, над которыми часто смеются, они приходят на каблуках к детской песочнице. Как правило, это те мамочки, которые в итоге будут очень-очень классно выглядеть. Я сама когда-то была мамочкой, которая любила на каблуках, честно скажу, рядом с песочницей постоять. Хотя я всегда была очень активной мамой, которая играла со своим ребенком. Но иногда я практиковала выход к песочнице на каблуках. И в общем-то теперь я являюсь уж точно помимо блогера-минималиста, блогера об уборке, блогера о тряпочках, также и фэшн-блогером. Поэтому я действительно очень-очень люблю людей, которым нравится классно одеваться. Потому что это способ самовыражения и это способ, скажем так, показать себя окружающему миру, как ты чувствуешь, как ты себя ощущаешь. И в любом случае это труд, который, с моей точки зрения, заслуживает уважения. Потому что уж гораздо проще всем нам одеться в спортивный костюмчик, не чесаться, в гулечку собрать волосы немытые и пойти. И гораздо сложнее выглядеть хорошо. Это было лирическое отступление о том, что я сейчас перечислила вещи, в которые, на мой взгляд, действительно можно и стоит инвестировать, Если мы хотим при простой базе, белая футболка плюс джинсы, белая рубашка плюс штаны, точнее брюки, которые мы берем из дресс-кодового гардероба, белая рубашка, юбка, карандаш плюс какой-то скучный прямо-таки дресс-кодовый пиджак и так далее. Если мы хотим в этом выглядеть классно, минимально тратись. А здесь очень важно понимать, что ты инвестируешь в свой гардероб. И эти инвестиции позволяют тебе на протяжении последующих лет минимально тратиться на твой гардероб. Ты действительно можешь одеваться на рыночке, покупая себе, что называется, нательный слой одежды, брючки. Я много раз показывала, когда классные брюки продаются и так далее. Блузки тоже можно найти, хлопковые совершенно точно, рубашки можно найти, которые будут выглядывать, допустим, из-под свитшота, просто воротничок. Все это будет смотреться очень-очень стильно и классно. И еще более стильно и классно, если да, у нас классная сумка, дорогая сумка, где считывается бренд. Кстати, по поводу дорогой сумки, опять же, очень интересный подход у блогеров, и я здесь с ними тоже совершенно согласна. Есть сумки очень дорогие, которые я, в общем-то, вам покажу и мне, возможно, кто-то покажет. Я вообще не смогу сориентироваться, сколько эти сумки стоят. Я вообще не смогу сориентироваться, какого они дома модного, потому что не очень за этим слежу, мне это не очень интересно. Но есть сумки, которые стоят меньше, которые совершенно точно у большинства из нас ассоциируются с люксом, ассоциируются с неким лоском. Поэтому, в общем-то, опять же, сегмент вот этих всех вещей – ремня, сумки, очков. Но про пальто, про верхнюю одежду здесь не стоит, об этом говорить. Здесь действительно одежда должна быть качественной, поэтому она будет долго служить. То есть мы купим одно пальто на ближайшие пять лет, один тренч на ближайшие десять лет. А вот если говорить о других вещах, там совершенно точно должен быть узнаваемый бренд, читаемый бренд. При этом эти бренды, их тоже очень легко, в общем-то, обозреть. Они поместятся на пальцах одной руки. Это Gucci, это Chanel, это Hermes. Gucci, Chanel, Hermes. Ну и все. Три бренда, которые очень хорошо считываются, как совершенно четкий люкс. Кстати, вот забыла, Лоран, я все время-все время путаю, как называется, Сен-Лоран или Сен-Лоран. Кстати, у меня фейльпа, часто меня спрашивают, чья это фейльпа. Это вот этот Лоран, который отрезал от себя часть наименования. Я думаю, что эта фейльпа, конечно же, не выглядит, как вещь от Лорана, который известной героиней в свое время шил классно за какой-то актампу с царфан. Я думаю, что эта фейльпа является подтверждением того, что да, в одежду инвестировать действительно не стоит. Эта одежда, она, в общем-то, часто не выглядит с такой разницей, как бывает разница, ощутимая разница в цене, которая была за эту вещь заплачена. Поэтому, дорогие зрительницы, начала я с итальянок рассказывать о том, что да, итальянки инвестировать. И заметила я на монтаже как раз-таки и осенило меня на монтаже именно рождественского стритстайла. Очень простая вещь. Мои героини очень часто одеты классно, супер, но они одеты в одно и то же. Очень часто они в одном и том же пальто, очень часто они с одной и той же сумкой, но просто минимально меняется, что называется, первый слой, нательный слой, если речь, допустим, о теплой погоде. Но, тем не менее, действительно, это женщины, которые очень и очень классно выглядят. И при всем при этом, если, скажем так, не считывать их образ детально, а просто смотреть на то, как они одеты, мы не заподозрим, что одеты они всегда. Либо очень-очень одинаково. Допустим, белая футболка меняется на белую рубашку, а джинсы синие меняются на черные брюки. Либо они действительно одеты в одно и то же, прямо-таки в одни и те же вещи, но выглядят в них классно. И, как я часто говорю, действительно, если мы хотим классно выглядеть, мы должны принять ту простую мысль, что классно мы выглядим примерно в одинаковых вещах, для себя одинаковых. Это очень узкий набор вещей, который нам идет. Для другой представительницы прекрасного пола это тоже будет узкий набор, но, возможно, других вещей. Поэтому то, что нам нравится на ней, не всегда подойдет нам. И наоборот, то, что ей понравится на нас, не всегда подойдет другой моднице. Тестировать или нет, вам свой гардероб решать, конечно же, вам. Но я стала более серьезно относиться к этой информации. Раньше она действительно была мне непонятна, как можно инвестировать вещи, которые тебе не приносят последующий доход. Потому что для меня инвестиция – это прежде всего то, что приносит тебе последующий доход. Но теперь я поняла, когда речь идет об инвестиции в одежду, это прежде всего речь о том, что вот инвестировав и потратившись на эти вещи, мы потом сможем тратить действительно очень мало на все другие предметы нашего гардероба. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.